знаете я бы сам смотрел бы свои видео только из этого кота он такой смешной такой потешный код фараон что будем делать с твоим туалетом мнения разделились многие люди хотят чтобы приучился ходить на унитаз другие говорят про какие-то двухэтажные лотки а народу кстати не вдомек что есть такой силикагель для многих это ну реально открытие было бы потому что вот люди которые не пользовались им они даже не понимают насколько он удобной вот засыпали раз в месяц и все и вообще можно к этому вопросу не возвращаться вообще ничего не пахнет все идеально все шикарно и вся квартира она не в опилках не в песке не в глине да фарыч такой хищник хжак этот код не знаю пойдем сегодня снова искать найдем на ракоту туалет видите какой она не такой няша как вам кажется он хищник самый настоящий купили плюшку в силипом и продолжаем искать коту туалет просто стало интересно для чего может дойти этот маразм пятьсот пятьдесят гривен да кто тут у нас посмотрите это грамотное окошко судя по всему который любит читать газеты хотя газеты особо здесь нормально не продаются такое хорошая кошечка пришли в отб все-таки с надеждой найти здесь коту фараону его туалет но вот по яйцам такая ситуация особо ничего не меняется это самые недорогие цены 20 перепелиных яиц стоят дешевле чем 10 куриных такая вот арифметика смотрите ну опять же вы слышите воздушная тревога но мы сейчас не об этом виктория ее таки да восстанавливают что-то здесь будет даже симпатичная но мы сегодня видите решили из двух как говорится терциум нон датур третьего не дано в одессе или аркадий или центр мы идем сейчас в сторону аркадий опять да грустно но так как и есть говорю вам вот люди каша паркуются интересно посмотрите вот так вот прямо бампером и прямо об плитку ужас ну вот мы и в аркадии все здесь как всегда много людей фонтанчики работают уже ничем вас не удивить честно грязи все спокойно в одессе буквально недавно была еще одна тревога бедный народ в кейси который сидел им пришлось выйти оттуда вот они стояли на улице а в рыберне почему-то все как сидели так и остались сидеть ну очень странная конечно вся эта ситуация когда я не говорю непосредственно про рыберне вообще говорю про кафешки в городе что некоторые кафе ну которые сетевые там у магазина они закрываются во время сирен а некоторые которые ну они не особо сетевые они почему-то продолжают работать я не понимаю вот в рыберне неужели ракета может прилететь менее эффективно чем допустим в тот же самый киевси может у кого-то есть соображение на то что вот допустим по туалету мы сегодня разобрались да уже это такая притча боязыцах этот туалет для кота фараона мы сегодня зашли узнали что везут раньше везли там его из турции напрямую ну сейчас уже из турции привезти не получается везут непонятно через что короче он уже стоит как кокаин этот туалет силикогель там еще какая-то логика есть где вот здесь логика мне очень сложно понять потому что некоторые иногда обычные магазины продуктовые даже больше чем какие-то вот супермаркеты небольшие и вот они работают а супермаркеты не работают и ты ничего не можешь себе купить я ни к чему не призываю просто интересно почитать ваше мнение ваши комментарии можете чего-то не знаю да вот так вот мы прогулялись по одессе центр сейчас не имеет смысла усоваться тоже ехать через весь город решили поехать в сканди как всегда сканди где можно поесть двоим на туалет для кота фараона можно по идее сейчас все считать в туалетах для кота фараона стало интересно мне стало интересно спросить у таксиста сколько вообще ему нужно работать для того чтобы заработать вот эти 400 гривен чтобы по идее купить туалет для своего кота сейчас в украине ну и давайте узнаем поинтересуемся так сколько же сколько же нужно времени таксисту для того чтобы заработать чистыми 400 гривен сейчас вот потому что цены в одессе на такси кстати не такие высокие да цены не высокие но если ездить где-то с 6 до комендантского часа то можно спокойно заработать где-то 1000 гривен поделиться с автопарком заправиться то есть надо 6 до 11 до это с 6 до 11 это всего-то пять часов то есть все это за пять часов можно заработать на качать на кошачий туалет а таксисту и два туалета в кармане днем спать понятно вот так вот бывает представляете пять часов чтобы заработать на кошачий туалет вот такая красота у нас здесь в сканде обязательно покажем вам счет и мы сегодня все сравниваем с со стоимостью котячего туалета это странно конечно но но такие реалии сейчас да это забавно конечно мы снимаем ну и посмотрим в конце сколько будет счет мы здесь были не одни втроем вот такой вот чек нам принесли давайте смотреть 110 это шашлыка за карачков их было 2 получается 220 я как сейчас киса воробьяни нам должен сказать однако однако цены строчителло 95 две штуки получается что где-то строчителло стоило там 200 и шашлык тоже 200 до 20 получается 420 стоила вся эта история плюс еще можно сказать пепси на двоих 450 видите мы вышли ровно на стоимость туалета для кота фараона кто-то конечно же скажет блин могли коту купить туалет а не сидеть в кафе но это мы просто вот так вот рано или поздно мы обязательно купим ему этот туалет у него просто он еще свежий скажем так но появились мысли появились мысли провести стрим в целях поддержки кота фараона вот и покупки туалета для кота фараона я конечно шучу но принципе стрим с котом я бы сделал ну и и пообщались бы как вам закат красота ну если вам понравилась идея провести стрим я просто никогда не проводил стримы какими-то там сборами поборами но я видел как блогер многие проводят за границей это дело когда уезжают собирают на что-то ну пишите в комментариях проведем с видом на кота